Приветствую, друзья! С вами Максим Темченко. Сегодня мы в гостях у Максима Петрова, инвестора, основателя и управляющего партнера инвестиционно-образовательного проекта MaxCapital. Основатель проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день». И как раз как специалист, разбирающийся в инвестициях, у меня сегодня такой вопрос. По поводу текущей ситуации. Мы все уже слышим, знаем, что кризис происходит, какая-то рецессия, прогнозы и так далее. Хотелось бы сейчас разобраться, как там практическим и таким вот человеческим языком понять, что сейчас происходит, ну то есть что должны знать. В принципе-то люди, которые зарабатывают, тратят деньги, они, может быть, увидели там где-то повышение цен, где-то там не особо чувствуют этот самый мировой кризис. Тем не менее, что сейчас в глобале происходит, каких-то, может быть, несколько факторов важных, которые нужно знать, что оно происходит, а мы-то об этом там, да, и не знаем, не чувствуем. И второе, наверное, более важный вопрос, это что сейчас в этих условиях того, что происходит, да, вот этого кризиса, что сейчас сделать условно рядовому инвестору, который, например, есть какой-то инвестпортфель, наверное, раньше инвестировал. Сейчас ввиду там того, что слышит кризис-кризис, может быть, замер такой и думает, ну нафиг куда-то инвестировать. Что делать? А может быть, наоборот, типа, а, кризис, возможности, надо покупать, все, потому что там что на самом деле происходит и что делать? Вот тезисно, я понимаю, тема может быть огромная, там, не знаю, часов на пять, но попробуем это уложить хотя бы минут 20. Хорошо, попробуем, Максим. Ну, что происходит сейчас, в принципе, глобально, это не сейчас прямо началось, конфронтация, понятно, то есть начинает, в принципе, мировая экономика, то есть если там три года назад это было такое единое одеяло, ну, то есть была глобализация, было распределение производства, производят там Китай, Юго-Восточная Азия, потребляет Америка, высокотехнологичные сектора сконцентрированы в Америке и Европе. Сейчас это начинает рваться и рваться на зоны, да, то есть начинает выкристаллизовываться, то есть есть некая там западные страны во главе с Америкой, вот один блок, да, есть Китай и он пытается там своих сателлитов иметь, вот он блок. Россия пытается там то ли БРИКС создать, то ли ШОС создать, то есть какие-то вот организации, которые вот объединяются, да, и получается, что начинает возникать конфронтация, да, то есть начинается меняться мировой порядок, потому что Соединенные Штаты Америки начинают терять вот эту вот свою главенствующую позицию, потому что они печатали очень много долларов, эти доллары, соответственно, сейчас вызывают большой вопрос, что с ними делать, и самое интересное, что произошло, то есть фактически до 2025 года у них на законодательном уровне, если раньше хоть как-то они там нормы приличия соблюдали, сейчас они заблокировали российские активы, как такое возможно? Делать, что хотят. Они отменили потолок госдолга, если раньше они говорили, что у нас хоть какой-то потолок есть, сколько может занимать правительство Соединенных Штатов Америки, сейчас до 2025 года они вообще отменили, и при прочих равных условиях получается, что я ожидаю, что до 2025-2026 года количество вновь напечатанных долларов может превысить порядка 8-10 триллионов долларов, то есть денежная масса долларовая может увеличиться еще там процентов на 30-40. Как это влияет на экономику, на обычных людей, инвесторов? Они же всегда печатали деньги, что сейчас поменялось? Это да, и то есть, что разумный инвестор, как я на это смотрю, то есть есть очевидные вещи, ну знаете, там есть закон тяготения, что если ты подбросишь стеклянную бутылку над асфальтом, ее земля притянет, она упадет об землю, разобьется. Точно так же и с денежной массой, то есть если ты количество денег увеличиваешь, без сопоставимого увеличения производительности экономики, у тебя будет инфляция. Мир толкают в спираль гиперинфляции во всем мире долларовой. И тогда возникает вопрос, кому выгодна инфляция и кому она невыгодна. То есть инфляция, она делает бедных людей еще беднее, а богатых людей еще богаче. Должникам выгодно. Должникам, у кого большой долг, обесценивание долга, соответственно, это непосредственно выгодно. И то, как развиваются события, то есть это уже не в одной религиозной книге написано, то есть у нас как кризисы развиваются. Болезнь, война, голод. Болезнь у нас уже была. Боевые действия, давайте не война, боевые действия ведутся. Я думаю, что этим не ограничится. Скорее всего, тряханет где-нибудь там в Азии, в азиатском регионе. Я об этом практически не сомневаюсь. Но и следующее, это будет голод. Что делать в такой ситуации? Я думаю, что сейчас просто мир бросает в огнивы гиперинфляции, потому что, когда идет гиперинфляция и обесцениваются фантики, в этот момент люди не от того, что они хотят, теряют активы, а потому что им деваться некуда. То есть активы начинают, хорошие качественные активы просто начинают продавать и обменивать их на фантики. И поэтому здесь получается, что самое хреновое, что может быть, находиться в кэше, раз, находиться в инструментах, которые дают фиксированный доход в облигациях, потому что сейчас доход низкий, если инфляция будет расти, то этот доход не будет покрывать инфляцией. Находиться нужно в реальных активах, которые создают прибавочную стоимость. То есть акции всегда, что называется, стерилизуют инфляцию, берут на себя. Недвижимость. Недвижимость не производится, недвижимость тоже можно покупать. Но здесь очень большой вопрос возникает, какую недвижимость покупать. Я не про бетонные коробки, я про производственную недвижимость, про коммерческую недвижимость, про сельскохозяйственную недвижимость. То есть то, что непосредственно нужно для потребления. И это действительно тоже позволяет непосредственно защититься. Очень большим ресурсом и лично для себя я рассматриваю в принципе вопрос образования. Потому что он тоже станет во главу угла, потому что образование напрямую влияет на производительность труда. И поэтому акции, связанные с обучением, образовательные проекты, сам создаю образовательный проект, школы, все, что связано с развитием человеческого капитала, интеллектуального капитала, тоже пользуются популярностью. И в условиях, когда у вас деньги будут обесцениваться, но ваши знания никуда не денутся. То есть по-хорошему сейчас перепрофилироваться, переквалифицироваться и развивать вот эти способности к эффективной коммуникации, к обучению, к освоению новых знаний. Короче, усиление навыков своих. Потому что в период, когда условно денежная механика вся теряется, правила меняются, то как раз заниматься навыками, знаниями в этот период получается эффективно. Бабушка хорошо говорила, у нас были знакомые, я в Богучаре учился. И там получается, знакомый у бабушки, герой Советского Союза, но при этом получил медицинское образование и стал стоматологом. И говорит, во времена Советского Союза он просто вот так вот из кармана доставал эти десятки красные и пацанам бросал, чтобы они за водкой съездили. Потом он своим детям тоже заставил их всех пойти учиться стоматологами. И в период в 90-е годы, когда там непонятно, что с валютой, инфляция, перестройка, зарплату нигде никому не платят, у этих ребят все хорошо было. И даже внуки уже этих людей, которые являются моими ровесниками, они сейчас организовали образование. Хорошо, а что касается, например, реальных активов, например, если деньги уже инвестированы в активы, недвижимость, например, или те же акции, что сейчас делать? Сейчас замереть, выжидать, пока это все пройдет, или как-то перекладываться в другие активы, или наоборот докупать сейчас активы? Вообще в какой фазе мы сейчас находимся? Ну то есть сейчас самая сложная история или будет еще сложнее, серьезнее, если да, то когда? Я могу дать мне такой совет. Короче, когда будет хорошо, когда будет плохо, оно же циклично. Да. То есть мы сейчас совсем где плохо или еще плохо будет? Если да, то когда? И когда будет хорошо после плохо? Ну совсем плохо будет через полгода после того, когда Федеральная резервная система США начнет снижать процентную ставку. То есть если Центральный банк, назовем это так в кавычках, на самом деле Федеральная резервная система США, как только они скажут о том, что мы снижаем процентную ставку, вот с момента снижения, когда она упадет с платок, с момента снижения, до низких значений фондового рынка пройдет там 3-4 месяца. Вот через 3-4 месяца после начала снижения, да, соответственно можно говорить о том, что акции станут привлекательными для покупки. Еще через 12-18 месяцев привлекательными будет недвижимость для покупки. Ну я сейчас говорю, наверное, больше про глобальный рынок, потому что Россия, хотим мы того или нет, она, ну, как бы немножко отстранена. У нас нерезиденты не могут участвовать, ну то есть иностранцы недружественных стран, которые получают доступ к этой халявной ликвидности в Европе и в Америке, они не могут к нам прийти, да, начать влиять на наши активы, да, это исключительно наша уже собственная кубатура. И здесь получается, что мы тоже, в принципе, с Америкой снизимся, но незначительно, потому что у нас и так уже риски все заложены, да. Ну и так уже снизились, куда можно было. Второе, лично для себя что я смотрю? Для меня лично интересно, я думаю, это тоже может быть полезно, посмотреть для себя следующие зоны для покупки производственной земли. Это может быть сельхозземля, это могут быть какие-то складские помещения. Это земля от Омска до Новосибирска. Немного Алтай. И что там в этой земле хорошего? В этой земле, ну, во-первых, развитие инфраструктуры на восток. Б, соответственно, глобальное потепление приводит к тому, что эти земли, они станут очень благоприятными для воздействия, ну, то есть для климата. Мы с тобой покупали землю в Алтае, да, то есть я туда, когда непосредственно ездил, то есть если еще пять лет назад туда вообще никто не смотрел, и этот регион был абсолютно никому не интересен, то за последние три года туда пришли компании с Краснодара, которые скупают эту землю, все не в аренду берут, а прям скупают, и вкладываются в нее. И то есть прям очень большие территории, вот именно в Алтайском крае, соответственно, это произошло, хотя, ну, не совсем благоприятный регион, казалось бы, да. И еще территория Приморья Хабаровского края, да, то есть она станет, там температура тоже может повыситься, она станет более благоприятная, в том числе вот эта вот история, кто там дальневосточный гектар, кто ребята с Дальнего Востока, действительно берите, возделывайте, да, то есть стоимость земли может непосредственно вырасти. Из-за гиперинфляции, опять же, интересно золото, да, то есть в любом случае золото на это позитивно отреагирует, это нужно рассматривать, включать в инвестиционные портфели. Ну как, я для себя еще, да, то есть вот у меня есть такое понимание, проводил недавно вебинар, даже мастер-класс проводил, да, то есть четырехчасовой, я показал структуру своих активов, да, то есть просто есть физическое золото, есть серебро физическое, есть золото физическое, есть три дома, да, с земельными участками, сельхоз, техника, да, это вот на полный апокалипсис, да, то есть если там все закроют, но у меня есть дом, у меня есть земля, у меня есть там запасы семян, у меня есть техника для обработки, у меня есть там автомобили, которые это позволяют сделать, опять-таки есть еще большая... Бодешь в поле будешь фермером... Большая, ну почему, почему нет, да, еще... Фактически фермером. Тут тоже хорошая история Хорошая история Но при этом Нет, это будет краткосрочно Я хочу всех успокоить Голод скоро Запас со семенами, землей Это вообще, если уже быть Полным параноиком Если быть полным параноиком То, наверное, я бы так ответил Но при этом Я в свое время, когда в тройке диалог работал И приезжал Шеф, Андрей Звездочкин Генеральный директор управляющей Компанией Атона, инвестиционной компании Атона И мы присутствовали на встрече С одним из состоятельных лиц Центрально-черноземного региона Он смотрел в том числе, как я работаю И он после встречи мне говорит Максим, ты вот очень уверенно Хорошо продаешь вопросов к этому не имею Но у тебя отдельное заявление Ты даже допущение не делаешь, что может Что-то произойти, вот тогда он мне посоветовал Носимый Талибов прочитать Черный лебедь под знаком непредсказуемости У тебя все равно должен быть Какой-то небольшой запас Некий такой план Б А что вдруг, если это будет А что вдруг, если такое произойдет И сейчас, по отношению к моему капиталу Это не требует каких-то больших затрат Кто-то будет улыбаться Кто-то будет смеяться Что у тебя там запасы еды Но лучше пусть они будут Запасы семян Но лучше пусть они будут, чем их не будут Это не требует каких-то больших ресурсов И второе, что хочу сказать Это не произойдет прямо сейчас То есть сейчас, скорее всего По тем параметрам, которые я вижу По уровню долга, который обладает Соединенные Штаты Америки Есть еще возможность Еще зайти на одну волну кредитного цикла Краткосрочного То есть получается до 27-28 года Страшного еще ничего не произойдет То есть будут какие-то перетрубации Может, опять же, я говорю Прихонить Юго-Восточную Азию Напряженность присутствовать будет Но будет еще пока что ликвидность И мы идем к тому Что нужно разогнать гиперинфляцию Потому что давайте мы посмотрим Как в последнее время принимаются непопулярные решения Ковид Взяли, всех закрыли по домам То есть фактически Это во всем мире произошло Людей закрыли в концлагерь Никуда не отойти, не выйти Кто-нибудь пикнул против этого То есть как это преподнеслось Ребята, давайте побережемся Надо все это стабилизировать Иначе система здравоохранения не выдержит Все умрем Поэтому нацепили себе ошейники электронные И сидим, никуда не вылазим То же самое с инфляцией Если все-таки посмотреть На последствия второго, третьего порядка К чему это может привести Это позволяет привести к тому Что ты можешь начать имитировать Какой-нибудь цифровой доллар Сказать, что он привязан к земле Что он привязан к золоту Что он привязан еще к чему-то А все остальное прощается И самое главное Ты его не будешь это делать Вот как я это говорю Ребят, мы тут посидели Подумали, теперь будет цифровой доллар Меняем по курсу К реальному 1 к 1000 Или 1 к 10 тысяч Ты тогда получишь бунт в этом случае Но когда ты разгоняешь инфляцию Когда ты подрываешь доверие К доллару у всех То эти все начинают говорить Ребят, ну дайте что-нибудь надежное Дайте какую-нибудь альтернативу обеспеченную Чтобы мы ее купили Дайте И эта новая история Она будет предложена Не сверху Что мы вот сказали Что это будет так И все кому должны Мы прощаем Нет Доведут до такого состояния Чтобы сами люди Сами толпа Сама экономика Сказала Дайте нам И то, что наблюдается сейчас Почему мы и видим Вот это вот Расползание Глобализации Цепочек поставок Всеобщей мировой кооперации На вот эти регионы Потому что люди говорят А нафиганам этот доллар Но они взяли там В 20-м году На 40% денежную массу увеличили А у нас долги Все в них номинированы А давайте придумаем Что-нибудь другое Чтобы перекинуть Пока ума не хватает Что конкретно придумать Спасение от вот этого Все равно потому что придумают Все равно предложат И ситуация Меня лично Почему с тобой мы общаемся Почему мы на аудиторию Это транслируем Почему я проект делаю для детей Ситуация касается в том Чтобы в этой ситуации Не охотиться С обесценивающимися фантиками Которые Цены на реальный товар Которые переписывают По 2-3 раза в день А чтобы мы себя в этот момент Сфоконно комфортно чувствовали У меня есть скиллы Я пригожусь при любом Экономике То есть навыки и знания У меня есть реальные активы И акции в том числе Они сначала упадут Но потом они в дальнейшем вырастут Это просто увеличение горизонта И самая такая прям Возможность-возможность Это 27-28 год Так что не нужно переживать Что мы что-то упустили Так можно ждать до 27-28 года И сейчас ничего не покупать Копить кэш до 28 года И когда все упадет Вот так и покупать Сейчас какой смысл Что-то покупать Когда появится в финансовой системе Плюс 10 триллионов долларов Она все равно куда-то пойдет Ты должен понимать Ну то есть вот представь себе Финансовая система Это некие такие сообщающиеся сосуды Один сосуд акции Один сосуд облигации Один сосуд недвижимость Один сосуд сырьевые товары И получается что Внешне в эту систему Еще придет вода Еще придет ликвидность Она понимаешь Она поднимет все активы Она абсолютно все активы поднимет А инфляция начнет обесценивать То есть она сжигать эти долги начнет И эта вода начнет уходить И в принципе будет падать все То есть смысл в том Что нужно готовиться к 27-28 году Не в контексте того Что я буду сидеть и ждать Что ты будешь сидеть и ждать Когда опять-таки долларов Увеличится там на 10 триллионов Она все равно обесценится Это все равно будет инфляция Тебе надо находиться в активах Которые генерят деньги Которые создают прибавочную стоимость И просто соответственно смотреть В какой фазе кредитного цикла Мы находимся Ребалансировать их спокойно Регулярно И спать спокойно Дышать Хорошо Не забывая Чтобы закончить на позитивной ноте После глобального падения Которые Предварительно 27-28 год Будет глобальный рост Правильно же? Падать сначала будем лет 10 Хорошо Допустим с 30-го по 40-й будем падать А потом после 40-го Все на 100 лет будет рост Долгосрочный кредитный цикл Это 70-75-100 лет Через краткосрочные кредитные циклы Да Длеет на 100 рост То есть короче Все равно все будет хорошо В течение ближайших 100 лет Конечно Слушай Это вообще уникальная возможность То есть я многим говорю Что эта ситуация Которая бывает Раз в 100 лет Для большинства Она будет болезненная То есть она действительно будет Неподготовленных Неподготовленных И которые не в теме А мы-то уже теперь в теме Ребят Поэтому И поэтому Вот эта вот история Что Знаешь я сам просто задумываюсь Я понимаю Что мне сейчас 41 То есть В 28-м году Мне получается Будет 46 То есть Следующая такая история Может повториться Только когда Моему внуку Будет столько же Сколько мне сейчас Или тебе 146 Или мне 146 Да То есть И здесь получается Что Не мои дети То есть мои дети Вообще скорее всего Такую возможность Смогут использовать Да То есть Это моя история Мой крест Который я должен Здесь подготовиться И выйти достойно К этому Как я могу подготовить Опять-таки Частично Я действительно поделился Это Покупка активов В проекте Я им и так Каждому покупаю Исходя из вот этих Больших концепций Супер Спасибо За такой обзор Ребят Надеемся Вам понравился Такой прогноз Хотя сложно Его назвать Позитивным Хотя На 100 Ближайших лет Очень даже Оптимистичный прогноз Получился Нас ждут хорошие времена Рост Ракета И все такое Надо просто Я говорю В текущей ситуации Все что Мне позволяет Стабилизироваться И расширить Зону комфорта Увеличить горизонт инвестирования И все В этом контексте Благодарю Ребят Спасибо за то Что были в этом эфире Напишите пожалуйста Внизу свои комментарии Что у вас Какие есть Соображения По этому поводу Может быть вы Категорически Против такой точки зрения Может быть вы Считаете что Наоборот Все будет Совсем по другому Поделитесь Очень интересно Будет обменяться мнениями А если есть какие-то новые вопросы Тоже пишите их в комментариях С вами был Максим Темченко И Максим Петров До встречи Да Максим Спасибо друзья Спасибо большое за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok